всем доброе время суток тема мочекаем болезнь коротко о почках функция почек можно сказать это орган который выполняет функцию выведения токсинов в организме фильтрация также он выполняет функцию эндокринную в обмен на веществ участвует в поддержании кислотного состояния организма за сутки образуется примерно 150 литров мочи у каждого из нас за час 7 литров мочи примерно то есть орган очень важный жизненно важный болезни этого органа требуют особого внимания начнем с мочеками болезни значит мочекам болезни это заболевание которое проявляет сообразным камней мочеводействия системе известно что уже 7000 лет назад были первые случаи обмножения этой болезни в мумиях во время раскопок за последнее время отмечается увеличение роста выявляемости этого заболевания различным причинам это увеличение продолжительной жизни гипотинамия т.е. малоподвижного образ жизни повышен потребление белковых продуктов и алкоголя возрастающим психоэмоциональным напряжением применением некоторыми комитетов средств но по маникаменту конечно у нас тоже проблема потому что очень много больны предпочитает пить таблетки они соблюдают какие-то рекомендации цели профилатки в этом плане и неблагоприятные экологические условия по локализации то есть классификация камней на обширной на самом деле как бы мы не будем все все эти моменты рассматривать рассмотрим кого по локализации то есть они могут быть самой почки то есть может быть в чашках лоханки могут быть могут быть мочеточниках различного замочи . верхняя треть средняя нижняя по локализации получается 50 процентов это почки из них 10 процентов верхняя чашка 20 средние 60 нижние ну это принципе причем нижняя чашка естественно так как бы закона физика бы дать как бы все тянется вниз как бы да закон сила тяжест так сказать поэтому там как бы чаще всего лоханки 10 процентов мочеточники 40 процентов из всего из них 40 процентов верхний отдел средний 40 нижний 20 и мочеточник 10 процентов ну это она еще меньше процента на редко редкие эпизоды какие причины камнем образования это можно выделить общие факторы это нарушение обмена веществ чекисты минеральной то есть могут быть обусловлены характером питания географическим фактором обусловливающим наличие в воде соли и жесткости и иностранным факторами а местные факторы это те которые как бы связаны непосредственно именно с локализация к бы то есть это ношу не процессе крицы резорбцы то есть секреты это выделение резорбц это наоборот сосавание получается от жидкости сосуда за 100 секрета то есть это может быть связано допустим с сужение мочеточка может быть суждению ханки может быть нарушение расчет Часто, что заливается у ретра, таким образом идет застрой мочи, переполнение мочевого пузыря, и гидронифроз возникает. А также, очень важный момент, это воспалительные процессы, бактерии, которые способствуют образованию камней. Первичный камней образователь происходит в лоханке и собирательных трубочках. Здесь можно вводить два процесса, это образование ядра, и второй, это уже наслоение на него идет, вокруг него новых кристаллов. От этого, что можно сделать, вывод, ядра может быть одного состава, именно наслоение может быть различным. Соответственно, камни чаще всего бывают смешаны с составом. То есть, чисто, допустим, если смотреть по видам камней, камни редко встречаются, мы сейчас к ним перейдем тоже. Так, состояние, при котором развивается мочевая болезнь, то есть, как бы, это то, что, можно сказать, вторичное камне образование. То есть, как бы, есть первичный, когда, то есть, как бы, точной причине неизвестна. Есть, как бы, вторичное, это почечный канал северцидоз, цистенурия. Здесь можно выделить первичный гиперпротетериоз, то есть, это нарушение функции парочетовидной железы. То есть, она способствует повышению кальция крови, за счет того, что она, как объясняю, вымывается из костей. Кальция, как бы, естественно, путем кровошения доходит до почек, и там она выделяется мочой, то есть, в повышенном количестве в этом плане. Это способствует образованию камней тоже. Также гипервитаминоз Д, гиповитаминоз А, витамина А, то есть, повышенный витамин Д и пониженный витамин А. И длительное употребление лекарств сульфаниламидов, антикоагулянтов, цитостатиков. Виды камней, таксалаты, соли, еще лекарства, они имеют шибовую поверхность, серого цвета, плотные. Фосфаты, они чаще, они белого цвета, они менее плотные, они легко ломаются. Чаще всего они, фосфаты, связаны с как раз-таки с бактериями, то есть, как бы, то, что я до этого перечислил, то есть, как бы, они способствуют образованию фосфатных камней в какой-то степени. Урата – это мочевые камни, состоящие из мочевой кислоты и солей. То есть, это, можно сказать, связано с белковым питанием. То есть, как бы, мочевая кислота – это продукт обмена белков. То есть, если человек употребляет повышенное количество белки, есть риск формирования этих камней, но это не главная причина. Там еще есть другие факторы, как бы, такие, как генетические факторы цистиного камня и эксантинового камня, но они редкие. Если смотреть по проценту соотношению, то есть, в основном, таксалаты – 56%, 19% – это уратная, 8% – фосфатная, цистиновая – 1%, ну, тут еще карбонатная и холестиновая, но это вообще, то есть, они очень редкие камни. На практике, в основном, как я говорю, так, камни смешаны, на самом деле, как бы, больше всего. Так, ну, здесь вот картинки о том, как они выглядят внешне, эти камни. Вот это уратная камня, аксалатная камня. Это камень крыловидный, камень почки, то есть, можно сказать, это слепок самой, как бы, структуры почки внутренней, получается, вот, чашки, лоханки, вот, и, естественно, четочники. Значит, по клинике, что можно выделить, то есть, как бы, есть разное социение, как бы, то есть, есть вариант, когда камень просто, она сидит в почке, второй вариант, когда камень, она начинает выходить из почки, то есть, пытается выйти. Вот это сопровождается почечной коликой. Какие симптомы бывают, как бы, это резкая боль на этой стороне, с которой камень выходит. То есть боли у нас приступы в разных характерах, то есть никакое изменение положения тела не вызывает облегчение. Даже больные описывают, что, такими словами, как хочется зарезть на стенку от этих болей. Они отдают, получается, зависит от того, где камень расположился, допустим, есть верхний термочиточник, то есть она отдаёт сторону паха. Есть нижний термочиточник, то есть ближе к мочепуску, она может отдавать, и половой орган может отдавать. Эти боли сопровождаются чаще всего тошнотой, рвотой. Рвота облегчения не приносит при этом. Также возможны нарушения мочепускания. Опять-таки, это зависит от локализации. То есть чем ближе к почке, тем меньше выражено изменение мочепускания. Чем ближе к мочевому пузырю, тем больше выражено расстройство. И также изменит цвета мочи. То есть моча может быть по темнению мочи, либо кровь мочи может быть. Также это положено симптом постельнацкого. Ну, вернее, я бы сказал, поколачивание. Потому что постельнацкого сопровождается, то есть при поколачивании, по частичным бластям, появится кровь мочи. То есть такой его симптом. Болезнь у нас, естественно, при припасе с этой стороны, оказывается с почки мочеточника. Но если камень не выходит, он сидит с самой почки, то это может привести к каким-то новичным болям, тянущим боли могут быть, и могут быть еще воспалительные изменения, как пилонефрит. Но может быть и вообще быть бессимптомным. То есть он просто живет и живет с этим камнем. Здесь указаны сверками, то есть куда могут отдавать эти боли. Здесь отмечены эти зоны. Так, значит, по диагностике, какие методы исследования? То есть, значит, из роботового методов исследования, общая она из мочи. Кстати говоря, можно использовать тест-полоски, то есть в домашних условиях. Они есть в этих магазинах, это не реклама, просто я этим не занимаюсь. Просто есть такая возможность, она стоит недорого, она доступна. И, в принципе, дома можно легко это все проверить. То есть как проверяется уровень сахара крови, да, то есть, ну, что-то на это похоже в этом плане. Конечно, это не дает стопроцентной точности КБ, но ориентировочно можно уже понять КБ. Далее, значит, посев мочи тоже рекомендуется, опять-таки, для того, чтобы выявить бактерии, которые могут быть также быть дальнейшим источником рецидивов камней. Кронический анализ крови, здесь надо обратить внимание на ликосатой, то есть на изменение воспалительного характера в крови. И биохимический анализ крови. Это креатинин, мочевая кислота, глюкоза, в один из случаях приезд кальций, фосфор, калий, магний. И также анализ состава камня. По анализу состава камня, здесь у нас по тресполоскам, вот так вот выглядит упаковка, то есть как бы, ну, если что, можете это посмотреть в интернете. По анализу камней, есть как бы сейчас применять в основном два метода, это инфракрасная спектроскопия и дифракционно-рентгеновское исследование. Также мы можем применять спориизационную микроскопию, в жидкостной химический метод считается уже устаревшим. Значит, по инструментальной диагностике, это УЗИ, УЗИ почек мочеточек-мочевого пузыря с определением фракции мочеточек выбросов. Причем я это отметил, потому что может быть такое, что есть изменения в почке, то есть, допустим, расширение мочеточника, лоханки, но при этом на УЗИ этот камень не выявляется. Такое бывает нередко, так как камни, которые расположены в средней детьми мочеточек, они по УЗИ очень трудно выявляются. В основном можно выявить камни, почти все камни почек, лоханки, верхний детьми мочеточек и нижний детьми мочеточек в меньших случаях. И поэтому, когда мы смотрим выбросы мочеточек фракции, то есть, мы уже можем понять, с какой стороны имеется именно блок, блок почек в этом плане, то есть, более детально. Ну, и бывают такие случаи, когда, в принципе, нет изменений в лоханках, то есть, как бы, да, но камень при этом может быть, то есть, это называется аптеками камней. Наиболее точный метод диагностики, можно сказать, это метод, это КТП-черка без контраста, то есть, он показывает, выявляет все камни, практически любой, любой локализации и размеров. И самое главное, дают еще, какая плотность камня. Это очень важно в плане дальнейшего лечения, то есть, как бы, это будет зависеть от метода лечения, обдорбления. Раньше часто использовали обзорную урографию с контрастированием утивенной, то есть, как бы, но обзорная урография, она, актуальность, она есть сейчас, как бы, вот, но она не все камни выявляет, то есть, как бы, потому что есть камни, рентгенегативные камни, такие, как камни уратные, то есть, их не видно на снимках, то есть, как бы. КТ выявляет все камни. Здесь, получается, на срезе показан крыловидный камень, здесь это метод УЗИ, она, получается, от вас слева. Если вы делаете внимание, то есть, имеется вот участок повышенный, белый, да, белый участок, за ним идет черная тень. Ну, показывает стрелка желтая, видите, вот она, вот это и есть камень, выявляясь на УЗИ, но вы можете, видимо, обрететь, вот вокруг камня тоже белый участок имеется, то есть, как бы, и часто бывает такое, что некоторые УЗИ-сты тоже описывают это все, как песок, да, хотя это не песок, это просто нормальное отражение, как бы, идет. То есть, оно индивидуалviamente, конечно, у кого-то она побольше, у кого-то пониже отражение от синуса почек. Ниже указано, гидронефроз, то есть, это обусловлено, получается, совестно только мочи, то есть, ниже, то есть, ниже, то есть, мы здесь четко не видим, как бы, скорее всего, либо это, скорее всего, вверхThat термичстру щелочек скорее всего, в этом плане. Вот, Ну, черт, кто не видно на этой снимке. Справа – это обзорная урография. Здесь видна тень, указана желтой стрелкой, тень от камня. То есть, это рентген-позидент камень. Это, можно сказать, это камень неудатный. Ниже указано, опять, в УЗИ, это уже на выходе, получается, вот из мочеточника в мочевой пузырь, получается. Это нижний третий в этом плане. Тоже указана желтой стрелкой. Так, здесь все снимки, получается, обзорная урография. То есть, вот все тени, видите, продавец цепочек – это вот камни. Опять, когда увиден камень, вот он на снимке, и вот он удалили оперативного способа. Здесь тоже снимки обзорной урографии камней, то есть, указаны на ней все желтые стрелки. То есть, имеется и в почках, и в мочевом пузыре, то есть, крупный камень. Здесь снимки идут томографии, то есть, это КТ, стрелы реконструкции. То есть, они, конечно, очень информативные исследования. В принципе, сейчас, как бы, любой определенный уролог требует всегда КТ, перед манипуляцией, там, оперативным. Здесь также КТ, ну, здесь указаны только вот камни. То есть, желтым указано это стенд мочеточниковый, который установлен, а красным указаны камни. Здесь также КТ. Вот он, получается, справа, крайне право, только ловерный камень, такой крупный. Он, можно сказать, повторяю на том полностью, почки, внутренней на том почке. Так, камни мочевые пузыря. Тоже на нем остановимся. По клинике, то есть, как бы, чем проявляется, то есть, это нарушение мочеиспускания, могут быть боли и рези при мочеиспускании, прерывания мочеиспускания, то есть, как бы, как противозакладывание, так сказать, в этом плане. То есть, может, вот внутреннее отверстие улетра, может закрыть камень, то есть, и может задерживать моче полностью. Также может быть недержание мочи, потому что несмыкание сфинктера. Также такой симптом, как изменение мочевых пузыря при изменении положения тела, то есть, как бы, лежа, ему может быть легче, а стоя, он может иметь трудность при мочеиспускании. Также боли внизу живота и изменение цвета мочи, с прямостью крови. Что можно здесь делать? Ну, здесь наиболее, как бы, доступно, это УЗИ. То есть, можно, в принципе, тут КТ не обязательно делать в этом плане, то есть, как бы, УЗИ показывает почти все камни. И еще можно делать соскопия, причем, потому что есть случаи, когда, допустим, какая-то опухоль мочевых пузыря, и она может быть на нем, может быть, наложение кальцинатов, и она может на УЗИ показывать, как будто это камень. То есть, она будет иметь характеристики камня, но это может быть опухоль. УЗИ, конечно, помогает выявлять, допустим, при перемене положения тела, то есть, камень будет смешаться, как бы, да, вот, разным сторонам. Такой тоже есть такой прием, появление камней. То есть, как бы, потому что при опухолях она не меняется положение. этом плане так но это вот узи указать только камень мы чем пузыри вот здесь тоже камнем еще пузыри указаны здесь получается урография обзорная видите белые участки вот этот пациент этого это ко мне так и здесь тоже в графе и здесь вот он крупно камень кстати ребенка девяносто лет так здесь указан краска это камень будет получается в тюрьмане мальчика два года сего даже детей такие могут быть камни здесь указано такая картина когда перекрывается проток то есть когда будет прикрывать удара то есть моча не поступает и она накажет мочу посмотреть таким образом она как все надувать так какие методы лечения здесь можно выделить два метода консервативное и аппетитивное консервативное лечение лекарствами медикаментозное есть разные кабы методы лечения как бы здесь указано нету стимуляция мочевого пути снижение тонуса но это все кабы для того чтобы обличить отхожение ко мне то есть допустим камень пошел из почки поступил в мочеточник и мы делаем все для того чтобы он оттуда скорее вышел это называется литокиническая терапия и тут можно принять разные разные методы как бы там плане но плане растворения камней растворения только камни уратные также диета имеет значение это образ жизни физическое то в этом плане это это пока и так далее инструментально это когда сайта стенд мочевого пути допустим камень не могут добить но чтобы обеспечить отхожение мочи из почки мочевого заставить такие вот стенд и так здесь как бы статистика какие камни могут отойти какая вероятность положения то есть дождь 7 миллиметров то 8 процентов камней могут отойти но это по данным европейских сроков то есть кабы и здесь кабы идут кабы по локализации в мочеточниках верхняя средняя нижняя треть кому но чаще всего выходит конечно снижение третье вероятность отхождения по американским американского сулугов не указывает что 70 центов камней могут отойти спонтанно то есть таких размеров тускай в этом плане это же указано по так так тут под размером идем дальше какие можно какие можно выделить нерекарственные рекомендации при камнях кто находится мочеточек песка бы наступать почечным колико и что мы можем делать для того чтобы усилить и облегчить отхождение камня это водонагрузка то есть 5 воды 2 3 за сутки это занятие спортом то есть прыжки легкая пробежка особенно по лестнице по лестнице площадка в этом плане то есть если по поводу спорта имеется ввиду что надо не переусердствовать как бы да не должен перегрузов как бы умеренно нагрузки также облегчает отхождение камней то есть уже заблизость горячая ванна то есть как бы но горячего на здесь надо иметь ввиду что не должно быть признаков воспаления то есть когда если камень давно стоит как бы если местом 8 температура изменения в крови и так далее кого то есть в таком случае не рекомендуется горячая ванна также обязательно контроля при каждом отпускании для того чтобы не упустить отошедший камень и затем такая можно дать проверить какой состав камня и обязательно контролировать импреду тела по поводу лекарственных препаратов как я объяснял то есть если почечный колико то есть мы применяем лекарства кто-то облегчает отхождение камней то есть как бы это во первых купитом боли идет часть применения буралгин может можно также декорфенак кетонал и тому подобное то есть эти лекарства они способны не только уменьшаем боли но уменьшать отек вот там где камень где камень расположился в этом месте возникает отек вокруг этого камня и прекрасно не только были с одной они вмешивают отек и таким образом просвет мочеточек она увеличится таким образом и камень легче выходить также можно применять различные спазмолитики то есть как бы там ножку можно применить есть препарат спазмолгон есть как бы там ее комбинированный препарат в этом плане при камне и нижней средней эти мочеточек применяются препараты альфа адреноблокаторы они способствуют расширению также мочеточек как бы улучшению отхождения камней ускорения то есть это доказано этом плане но здесь не у нас такой что назначать эти лекарства и независимо от пола как бы женщина мужчин как бы но в инструкции указано что назначается мужчинам с одной простатой и могут быть женщины вопросы как бы если указано так инструкция вы назначаете как бы при отхожении камней поэтому здесь то есть это объяснить надо объяснять больному только не аскоба потому что не было удивление в этом плане также применяется препарата на растительной основе кабани в чаще всего способствует усиление диуреза то есть как бы увеличение образования мочи снижение воспаления и ускорение вот отхожение песков то есть опять-таки за счет усиления диуреза это все идет и также применять антибиотики у расстройки это уже при по показаниям если есть это необходимость по по поводу растворения камней камни за средств только урат на камне урат на камне и для них есть лекарство но россии зарегистрировано это были марин и уролит суть в это лекарство в том что она регулирует кислотность мечей то есть возникает на способность большого черной мечи то есть изменение получать кислотности как бы до 7 7 2 и это выполняется уже как бы самостоятельно то есть как бы пациент сам определяет это все для этого есть в комплекте вот именно упаковки для это все есть то есть инструкция есть специальные тестовые бумажки с помощью которых нужно отстреливать эту кислотность то есть допустим если кислотность там низкая нужно увеличить дозу лекарства если кислотность высокая лекарство доза лекарства она уменьшается вот таким образом она регулируется индивидуально то есть здесь нету какой-то универсальный доз нет в этом плане здесь и влияет и влияет и питание пациента то есть как бы да то есть как бы может быть при одном питании она получаться кислотность может быть она и понижаться раньше применяли кстати говоря народной медицине лимон кстати лимон тоже способствует подшелочной мочи как бы таким образом какой степень можно добиться уменьшение риска возраста ко мне и и до своей камень пуску но это опять-таки не всегда потому что эти лекарства имеют как бы как свой доказ доказано эффективность в этом плане более как объяснить более надежно так стать вот но здесь конечно лимон тоже можно применить таким образом доза лекарства будет меньше уже так 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 по то есть все остальные камни то скрыть и камни допустим как салат на фосфат на кабыль и там другие камни они не доставляют скобы вот какие были газы не применяли когда достичь вас ли невозможно то есть можно конечно способ отхожение камней теска бы дают вашего камень натошел кабыда этом плане вот на что буду все что бонус рисок это сложно но касательно камней состава смешанного состава как бы да здесь может быть уменьшение размер камни то есть она не полностью идет как бы то есть если там есть компонент уратный компонент то нам будет меньше в этом плане но полностью на не расслабиться на моей практике были случаи когда были крупные камни они были камни уратные и путем лекарства мы достигали полного растворения камней тескобы для того чтобы понять какой камень тескобы он уратный или другой то есть здесь необходим необходим сам камень дать на нас но это не всегда возможно иметь наличие этого этого камня поэтому здесь мы смотрим на курсы на признаки то есть такие как 100 из мечи то есть чем ниже кистота смочи тем больше вероятность того что таками у одно и и смотрим на рентген тескобы как я говорю да везде ниг есть рентгенопозитивный. Рентген негативный камень – это камни уратные. Если камень выявлен на УЗИ, на КТ, а при урографии обзорной его нет, то есть вероятно, что это камень уратный. По операциям есть два способа – без скрытия органа, со скрытием органа. Без скрытие – это дистанционная ударная литротерапсия и эндоскопические спорции литротерапсии. Со скрытием органа – это обычная операция, как бы открытая. И второе – это делается проколы, то есть непосредственно поясничные спорции в почку, то есть функционная эндоскопическая литротерапсия и литротерапсия. Что влияет на выбор этого метода лечения, какой из них выбирать в этом плане? Это размер камня, это анатомия, то есть локализация камня, это анатомия самих органов. Наличие воспаления в органах, какие запустятся заболевания. Естественно, как бы техническое оснащение стационара, опыт самих врачей, которые делали эти операции и выбор пациента. На свое время, как бы, открытая операция в почте не применяется, то есть это уже, можно сказать, прошлый век. Чаще всего применяется это дистанционная ударная терапия, дуба, так называемая. То есть можно дробить камни в почках, мочеточки, мочевом пузыря в этом плане. Главная длина в 80-м году получается, то есть уже почти сколько лет, уже почти 40 лет. Какой вот механизм, как бы, да, то есть, как бы, пациент укладывается вот на стол и, как бы, дистанционно, как бы, да, за счет волны, часть этой ультразвуковой волны, с наведением на эту область расположения камней, то есть, как бы, этот камень, так сказать, доробится таким образом. В зависимости от того, какая локализация камней, тут почему, потому что, допустим, камень расположен в нижних отделах почки, то есть, как бы, да, нижней чашкой, как бы, то его можно его раздробить, но отхождение камня не всегда осуществляется. Бывает так, что осколки могут потом собраться в один камень, то есть, как бы, да, сложно, трудно отхождение из нижней чаши, поэтому при камне нижней чаши, как бы, я не рекомендую только метод лечения в этом плане. Хотя есть случаи, когда доробят и при таких локализациях. Здесь указаны, какие преимущества и какие недостатки, то есть, как бы, это, главное, это не инвазивно, то есть, как бы, нет никаких разрезов, вот, но имеет травматичный метод. Легко переносится, ну, может применять сам блутон, но хотя блутон, как бы, на практике редко применяется в этом плане. Чаще идет госпитализация в стационарах и используют еще стат для того, чтобы, если вдруг там осколки застрянут в каком-нибудь отделе, чтобы был нормальный отток мочи, чтобы не было блока почки. Недостатки – это оборудование дорогостоящее, возможно, потребуется несколько сеансов этой процедуры. Необходимо применять дополнительные вмешательства, ну, это как стентирование, как бы, поставить стен, чтобы страховать этот момент, что, если будет блок, было обеспечено отходом мочи. По плотности камней, то, если камень очень плотный, то, конечно, вероятность, что он разробится, невысокий, так сказать, и это способствует увеличению сеансов, и, естественно, это тоже влияет на функцию почек. Чем больше сеансов этого процедуры, естественно, тем больше вероятность нарушения функций почек. Как бы то ни было, она не инвазивна, как бы, да, но основная эта ударная волна, она влияет на проренхию почек в этом плане. И по размерам, как бы, рекомендуется до двух сантиметров камень. То есть, если больше двух сантиметров, то не рекомендуется этот метод. Это вот то, что я объяснил вам, стенд, который ставится, как бы, вот, видно, вот, на рисунке здесь получается, если смогу увеличить, вот она, получается, вот он камень, и вот стенд. То есть, видите, как бы, если камень встал, то, что стенд, как бы, моча, она отходит свободно от имплантического, не возникает блок почек на фоне. Здесь на снимке указан вот этот стенд, вот только он имеет, как бы, как завиток, наверху и внизу, получается. Вот. И, кстати, у нас стендов, как бы, их, конечно, долго не задержать, потому что они могут тоже закальцинироваться, эти стенды. Здесь указано, что такой метод может принять и у детей в этом плане. То есть, как бы, в этом плане тоже это одно из преимуществ этого метода лечения. Второй метод – это то, что делается методом прокола, то есть перекутантный фотоаппарат. Здесь, в принципе, на рисунке указано, в принципе, да, каким образом, так сказать, анимационно, да, в этом плане. То есть, делается прокол непосредственно самому почку в эту чашку, наводится аппарат и дробится непосредственно вот в этой локализации. Это тот метод, который может, можно удалить любые камни, любой локализации и любых размеров, то есть, как бы. То есть, можно, если даже почек забита полностью камнями, то есть, я покажу, как бы, можно полностью его убрать. То есть, до этого метода лечения делали открытые операции, как раз таки. Даже в листочке просто даже ничего не делали, просто, ну, наблюдается, если там вдруг будет нагнение почки, мы тогда вам почку удалим, то есть, таким вот образом. Но сейчас, как бы, сейчас, как бы, технологии, они по всей период, как бы, и вот этот метод лечения, как бы, она в этом плане, можно сказать, помогает почти при любых, при любых случаях мочеком болезни, именно в почках. Есть разные вариации этого метода, как бы, то есть, как бы, да, то есть, можно его делать и взрослым, и детям, так сказать, тоже нет ограничений. Так, здесь тоже указано, вот именно схематическая процедура, которая просто выполняется, так сказать, вот такой вот доступ, то есть, как бы, наведение, как бы, на камень и камень дробься, и она сразу уже оттуда отмывается. Вот еще в чем плюс, то есть, камень раздробилась, его отмыл оттуда, этот камень. Идем, да, здесь то же самое, то есть, как бы, этот доступ показан в почку. То есть, разрез небольшой совсем, там, мой сантиметр размер, разрез примерно в этом плане. Здесь указано такое метод лечения, как контактная эдолитопсия, то есть, как бы, что это значит, то есть, как бы, заводится аппарат через мочевый спульсальный канал, то есть, тоже нет разрез никаких наружных, как бы, да, это было, все делается изнутри, то есть, эндоскопические. Заводится аппарат в мочевый пузырь, потом мочиточник, доходим до самого камня, то есть, как бы, здесь введено, как бы, да, видите, так как бы, это, вот, петли дермии, то есть, можно захватить и делать экстракцию, вот раз этот камень можно туда, если камень небольшой, там, если большой, то его можно раздробить, так как бы, и, так же, отмыть эти осколки. Этот метод, как бы, есть два вида, есть гибкая, есть ригидная, то есть, ригидная, так как бы, можно сказать, так сказать, да, она, это металлическая, как бы, у него наконеченная, то есть, она не сгибая, в этом плане, она идет, применяется при камнях ниже, ниже этих мочеточек, а гибкая, она применяется при камнях, можно сказать, любой локализации, и, в том числе, в частках почек можно также раздробить, но в частках, как бы, вероятность удаления всех камней ниже, чем то, что было до этого. То есть, то, что я говорю про предкутантность, здесь процент удаления ко мне больше, чем при гибком контрольной диетрипсии. Так, здесь преимущества этих двух методов приведены. То есть, как бы высокий процент успешного лечения, не комбинированного, причем, то есть 90% процентов. Возможно, широкая распространенность лечения, менее дорогослуживающая дуал, то есть, как бы, дистанционная диетрипсия. И, как я говорил, то есть, как бы, могут быть жесткие и гибкие эндоскопы. Она, это способно уменьшения частоты осуждения. Недостатки, как бы, ну, это инвазивность, потому что все равно, как бы, есть разрез, как бы, небольшой, как бы, да, когда в случае предкутантный, либо вот именно доступ через канал ультеральный. Наркоз нужно необходимо применить. И, возможно, дополнительно дистанционная диетрипсия, но это редко бывает, на самом деле. Здесь показано на картинке, какие есть методы открытой операции, как бы, ну, как видите, да, то, как бы, здесь она очень такая драматичная операция, как бы, да, с нарушением анатомии, как бы, почки. И, соответственно, как бы, с различными осложнениями, естественно, как бы, период восстановления после операции, она длительный. То, как бы, если мы применяем дистанционное, там, либо предкутантное метролечение, как бы, то реабилитация идет намного быстрее, чем после открытой операции, как бы, в этом плане. И функция почки, она сохраняется, как бы, менее идет повреждение почки, в этом плане, чем при открытой операциях. Так же применяется, здесь не написано, открытой, ну, не открытой, а лапароскопической операции, они тоже имеют место быть при определенных случаях, как бы, да, в этом плане, допустим, может быть камень и сужение мочеточка, то есть, как бы, да, одновременно, то есть, как бы, на выходе из лоханки. И в таких случаях применяется такая открытая, может, пример, лапароскопическая операция, то есть, удалить камень и сделать сразу реконструкцию, получается, вот это суженное участок, мочеточка, оно удаляется, таким образом, уменьшается, вот, и здесь рецидивы в камне, в этом плане. То есть, если выявим камень, в первую очередь, нужно определить, есть ли возможность его доставить, то есть, как я говорю, если он, соответственно, критериям, то применяем литолиз, то есть, как бы, вот, именно уратный камень, как я говорил до этого. Здесь уже независимо от того, какая локализация камней, то есть, уход, расплата почка, там, мочеточки, мочеточки, то есть, в любом локализации, любых размерах камней, то есть, можно это применить, то есть, потому что надо максимально усиливать, чтобы камень полностью убрать, в этом плане. Если камень, то есть, не соответствует критериям диагритолиза, то, как бы, это камень нерастворимый, как бы, да, так, в таком случае, все камни от сантиметра и выше требуют дробления, то есть, как бы, да, это, можно сказать, чаще всего. До 1 сантиметра это уже индивидуально, то есть, такие камни можно либо наблюдать активно, то есть, делать регулярно УЗИ, несколько раз в год, либо раз в год. Если есть рост камня и увеличение количества камней, то стоит, надо тоже дробить, желательно дробить, но это касательно камня от 4 сантиметров, то есть, все, что ниже, меньше 4 сантиметра, 4 миллиметров, вернее, эти камни, как бы, дробить, нет необходимости, как бы, да, даже если они не выйдут, они, ну, сами выйдут, как бы, скорее всего. Поэтому здесь, как бы, лучше применить лекарства, чтобы усилить, как бы, отхождение, как бы, да, и уменьшить риск формирования новых камней. Все камни мочеточников, мочи пузыря УЗИ, то есть, независимо от того, каких размеров эти камни, требуют активного лечения, то есть, как бы, да, нужно либо консервативно, то есть, как бы, камни изгонять в терапию, то есть, как бы, да, применить, как бы, различные, как бы, лекарства, то, что я до этого говорил. Если в течение одного месяца нет эффекта от этого лечения, то тогда лечение оперативно, то есть, дробление камней, таким образом. Кстати, на, еще есть такой нюанс, часто на УЗИ, как бы, да, то есть, бывает так, что человек идет, просто проверяется, как бы, да, его ничего не беспокоит, делать УЗИ, по УЗИ ему говорят, что у тебя песок в почках. С этим я часто сталкивался, как бы, да, приходили очень много больных. Так как я еще врач-УЗИст, то есть, как бы, я сам делаю в УЗИ, я стараюсь всегда перепроверять, как бы, да, потому что УЗИ – это субъективный методиагностик, так как бы, да, в большинстве случаев зависит от того, какой опыт врача и какое оборудование в этом плане. Поэтому часто бывают такие моменты, что врачи-УЗИсты какие-то, допустим, включения, как бы, да, повышенная хогенность, как бы, они пишут, как камни, там, не как песок, хотя это, может быть, как бы, особенность анатомии этого человека, как бы, да, это индивидуально, как бы, то есть, отражение от ткани у кого-то может быть больше или поменьше, как бы. Бывает такое, что какие-то могут быть кальцинаты, быть, то есть, это не камни, как бы, да, это просто кальцинаты, это как уплотнение, как бы, да, они не требуют речения, как бы, их можно также просто наблюдать раз в год в УЗИ делать, и все, больше ничего не надо в этом плане. Поэтому вот этот, так называемый, песок на УЗИ, не всегда это и есть песок, как бы, это может быть даже, может быть, и ничего не будет в этом плане. поэтому здесь очень важно кому вы идете на узи если вы надо знать как бы да вот и хорошо когда делаю здесь самый же урок потому что урологи как бы знать нюанс которые нужно обратить внимание как практик практикуешь врач в этом плане узиского не больше как диагностику да в этом плане но такие сочи как бы либо вот то что я сам присматриваю либо я требую снимок чтобы давали если там они нашли какие-то изменения вот либо это ну если есть необходимость то назначен к т т т уже точно показывает как бы есть комментами или нет ко мне так еще один вопрос по поводу остеохондроза и почечные колики на практике уролога часто приходят больные там думать что не в почке а там может быть с позвоночником этом плане поэтому надо тоже знаки и нюансы при остеохондрозе более чаще усиливается при движении отдают ноги могут сопровождаться это нарушение чувствительности там такие как может там паристезии как бы различен как бы да там и эти боли как бы могут уменьшать спокоя при почечном колике боли носят преступообразный характер могут отдавать в пах могут сопровождаться тошно-турвотой изменение положения тела не вызывает облегчение но также естественно когда как бы смотрят доктор как бы дам симптомы там по калачу положительно тоже осталось мочеспускание но могут могут быть такие моменты когда у одного и человек но у этого же больного быть и остеохондроз и при этом почечный колик как это можно допустим домашних условиях да как бы так сказать дифференцировать вода вот таки ранее говорил применить тест-полоски для назначительского можно любой может он применить и понять есть изменение мочи или нет но конечно любом случае можно выйти со врачом однозначно потому что что у всех андроста почеков требует лечения куда поэтому здесь важно именно не пропустить не чтобы не было потом осложнений никаких в этом плане так сказать чтобы вовремя применить определенное метр лечения по поводу профилактики что нужно делать чтобы не было уменьшить риск формирования камней таскуда это печи воды это питание то есть здесь где это уже зависит от того состава камня к бы да но это касательно того у кого уже есть камень дальше находить камни таскобы если с ним нужно судят диету чтобы уменьшить формирование камней но здесь необходимо обратить внимание на то что допустим и человек соблюдать диету хотят где камни уратных то есть он делал все для того что было моча щелочная так сказать да это было но чрезмерно чего сейчас мочи может способствовать образование образование других камней такие как фосфат на камне здесь очень важно соблюдать как бы вот эту грань чтобы не было такого от одни камни сбрасываю получить другие камни и главное правило как бы я написал это не переедать нужно свой вес как бы дать сразу держать пределах нормы в этом плане исключить алкоголь острые блюда алкоголь и острые блюда не способствует отеку раздражения мочевых путей вызывает таким нарушение функций почек как бы мочеводительной системы вот но касаемо алкоголя кто-то может сказать но есть случаи как бы галер вот по крайней мере у меня были такие случаи приходит больной мне бы что мне вот доктор доктор сказал пей пиво побольше имей близость супруга к бы да и как бы это и камень будет будет но пирок а вода она способствовать бы до усилении дела лиза куда естественно она увеличит к таким образом отхожение камня к бы да но само же это живи вас способствует за камней то что есть состав этого пиво куда-то его компонента химического они тоже способствуют за камни то есть грубо говоря как бы одно лwatchом облаколечья вот вроде от способов тоже к мне но при этом способно камней скобы поэтому лучше это я не рекомендую вместо этого лучше можно применить как бы просто попроще пить воды можно принимать травы там компота кабыда из там клюквы там шиповник и там подобное тоже обладаю мочегонными эффектами летом вот это можно вот буст кушать кабыда тоже очень хорошо подходит в этом плане 4 это занятие спортом но умеренно кабыда не без перегрузок если имеется то есть допустим человек выигран мочками болезнь он подлечился и его опять возникает появлялись камни почек рецидивы так называемо таким вот таких случаях как бы нужно исключить встречи причина таскобода нужно исключить другие болезни которые могут применить кто могут приводить к образам камней там это чаще всего подышка до чистая железа нужно его исследовать уровень гормона как бы смотреть как бы более детально анализ мочи какие там есть соли к бы до конца конца солей к бы смотреть биохимичность крови также к бы и он на там кальций калий фосфор это далеко более углубленного исследования но что есть хотел добавить получается на меня применять цитратно смеси это то что я говорю с лекарством блимарин аллопринол который повышает кислоты смочить пускай бодовы как лимон кабан не они пошел отчет мочи в этом плане то есть это тоже какой-то себе профилактического раза камней вот но опять таки нужно делать все под контролем не переходить границ норму до этом плане кстати говоря вот эти смеси цитратно которая применять также при камнях аксалатных . потому что при этом ко мне тоже если изменить реверс мочи то цвадях вероятность обратно ко мне уменьшается но ко мне они не до совесть к сожалению к сожалению в этом плане также собрать внимание на содержание магния есть такой препарат магний б-6 витамин который применяется в основном назначается у больных с нарушением там допустим психики когда-то повышенность как объяснить стресс и средства и до момента но также это же витамин способствует к нормализации мочи состава мочи . бы вернее сказать стабилизации мочи этом плане то есть как бы и уменьшать риск образование новых камней это плане вот касательно очагов хронической инфекции как я до этого говорил бактерии тоже могут быть источником образовывания новых камней то есть как бы да у них продукт обмена веществ которые выделяют они как бы они способствуют способствуют сидел камней поэтому здесь важно тоже делать пассив мочи смотреть как бы и ценировать при необходимости в этом плане удачи он а он и в в Субтитры подогнал «Симон»